Инсайдер, который прежде корректно раскрыл существование и сроки анонса ремейка Persona 3, пишет на форумах, что Square Enix готовит ремейк ещё одной классической ролевой игры – Final Fantasy X. По его данным, обновлённую версию игры собираются выпустить на 25-летие оригинала, в 2026 году. Игра рассказывала историю спортсмена Тидуса, который попал в незнакомый для него мир и был втянут в большое паломничество, ведомое девушкой Юной, пытающейся остановить угрожающее всему живому древнее и могущественное существо Синн. Инсайдер подчеркнул, что это следующий ремейк после Final Fantasy IX. Всем привет, это GSTV. Сегодня пятница, 30 июня 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Перезапуск Perfect Dark был анонсирован в конце 2020 года, но с тех пор по игре новой информации не поступало. Издание IGN решило разобраться, как обстоят дела, и результат нельзя назвать удачным. В первые дни разработки настроение у команд было оптимистичным. Руководству с самого начала было ясно, что в Perfect Dark необходимо соблюсти баланс боевых и шпионских элементов, а в идеале игра должна напоминать фильмы про Джеймса Бонда или ленты «Миссия невыполнима». К сожалению, в то время никто не понимал, как конкретно выразить это в формате видеоигры, какие задачи ставить игрокам. В процессе разработки элементы постоянно менялись, прототипы постоянно создавались и выкидывались в мусорку, поскольку всё постоянно заменялось. Изначально этот процесс был ожидаем, но так длилось три года, а разработка начала затягиваться из-за отказа руководства придерживаться конкретных идей. У многих сотрудников возникло ощущение, что ответственные лица не могли изложить чёткий взгляд на игру и постоянно боролись за творческое видение. Как выразился один разработчик, «я не знаю, почему люди просто продолжали нажимать кнопку сброса». Затем ко всему этому присоединилась пандемия коронавируса, ещё сильнее усугубившая ситуацию. Как утверждает разработчик, проект сталкивался с препятствием за препятствием. В дополнение к этому было уж слишком напряжённое партнёрство с технической студией поддержки, что вызывало очередные проблемы. Несмотря на все неудачи, весной 2021 года студии собрали концепцию новой Perfect Dark. Она включала несколько незавершённых уровней, свободное повествование и некоторые базовые механики, гаджеты и элементы боевой системы. В один момент вместо Certain Affinity с The Initiative стала работать Crystal Dynamics. Сотрудники рассказывают, что слияние с Embracer Group не оказало никакого негативного влияния. А к концу 2022 года студия и вовсе заняла главенствующее положение в разработке. Глава Xbox Мэтт Бути также говорил, что обе студии вошли в ритм, и уже к маю этого года была готова полноценная сборка перезапуска Perfect Dark. По всей видимости, авторы наконец добиваются существенного прогресса, однако до выхода игры придётся подождать минимум два года, и авторы не до конца определились с моделью распространения. Не исключено, что игру выпустят эпизодами. Вы хотите поиграть в Diablo 4, но не знаете как? Вас заинтересовала Final Fantasy 16, но Square Enix ушла с российского рынка? Это всё не проблема, если вы в курсе про существование магазина Subgame. Здесь есть всё, что официально не продаётся в России. Если у вас есть PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One или Xbox Series, для вас доступны игры и подписки на PS Plus и Xbox Game Pass. У вас есть Switch, для вас имеются карты пополнения. Предпочитаете Steam? Через Subgame вы можете закинуть деньги на свой турецкий аккаунт, для которого доступны любые новинки. Прямо сейчас в магазине действуют скидки до 30% на всё. Поторопитесь, это актуально лишь ближайшие часы после публикации данного видео, до наступления 1 июля. Но даже если вы не успеете, имейте в виду, что на Subgame в любом случае учитываются все акции, идущие в официальных сторах, а на месячные подписки действует лучшая цена среди всех конкурентов. Дешевле вы их нигде не найдёте. Покупки здесь полностью безопасны, вы получаете чек, всё официально, а весь процесс очень простой. Через поиск находишь нужный товар, оформляешь заказ и получаешь на почту данные с удобной инструкцией. Последующие заказы оформляются также в пару кликов. Важный момент — с недавних пор в магазине появилась возможность покупать и на аккаунты пользователей, а не только на акке Subgame. Если вы перейдёте по нашей ссылке, то получите 500 рублей на внутренний счёт за первый заказ. Эти деньги можно будет потратить на любой товар на сайте. Ещё раз, успейте сделать покупки до завершения пятницы. С 1 июля таких выгодных цен уже не будет. Приятных покупок! По мере приближения выхода Cities Skylines 2, Paradox Interruptive всё больше рассказывает о работе над строительным симулятором. Авторы выпустили новый дневник разработки, в котором рассказали о работе искусственного интеллекта в игре. В новой системе присутствуют четыре основных фактора, которые влияют на путь ваших жителей. Это время, комфорт, деньги и поведение. Их сочетание будет определять путь, по которому граждане доберутся туда, куда они хотят попасть, в отличие от предыдущих игр, в которых всегда выбирался кратчайший путь. В новой игре также будут происходить дорожно-транспортные происшествия, которые вы сможете предотвратить, поддерживая дороги в хорошем состоянии. Также на маршрут могут повлиять личностные характеристики водителя, он может принимать рискованные решения и начать маневрировать на дорогах. Разработчики также рассказали, что виртуальные водители в Cities Skylines 2 должны научиться использовать дорожные полосы, будут пытаться заполнять их равномерно. Ещё они смогут обгонять более медленные авто и пропускать экстренные службы. Выход игры, напомним, состоится 24 октября. Запуск Cyberpunk 2077 уже вошёл в историю, к сожалению, с плохой стороны. Тем не менее, CD Projekt Red год спустя смогла исправить ситуацию, выпустив немало патчей, которые улучшили игру. И компания, по словам Михаила Платкова-Гелевски, вице-президента CD Projekt Red по пиар и коммуникациям, продолжит дальше работать над улучшением отношений с игроками. По его словам, до выхода Cyberpunk 2077 отношения студии с фанатами были великолепными. Причём он говорит не о пике хайпа по игре перед релизом, а о периоде за пару лет до этого. Лично для него это было лучшее время в студии, однако после выпуска игры сказка закончилась. Студии пришлось не только пересматривать подход к работе, но и думать, как исправить отношения с фанатами. Одной из проблем стало то, что разработчики не справились с давлением, которое возникло на фоне высокого интереса публики к Cyberpunk 2077. После выхода выяснилось, что в компании были постоянные переработки. Платков-Гелевски отмечает, что команда не могла изменить рабочий процесс во время производства игры. Разработчики должны были успеть выпустить её к заявленной дате выхода. Однако после релиза, по его словам, в CD Projekt Red сразу же начали думать, как изменить подход к работе. Студия заметно увеличилась, и главной задачей было научиться работать в больших группах, в которых каждый сотрудник слышит каждого. Появился отдел, который следит за рабочими условиями, включая переработки. Руководству студии важно, чтобы у сотрудников был здоровый баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, в CDPR научились работать удалённо, а по словам Платкова-Гелевски, сотрудники скучают по коллегам, которые трудятся из дома, но у всех разработчиков одинаковый доступ к информации по проектам и цифровым инструментам. Говоря о дополнении Phantom Liberty, Платкова-Гелевски вновь напомнил, что расширение привнесёт огромное количество нового контента, и именно поэтому его придётся покупать отдельно. Что же касается одного из ключевых героев DLC, которого сыграет известный голливудский актёр Идрис Эльба, выбор на него пал из-за того, что у Эльбы есть вайб Джеймса Бонда. Phantom Liberty называют шпионским триллером, и Эльба смотрится очень уместно в подобном сеттинге. Платков-Гелевски также ответил на вопрос, не занимается ли CD Projekt слишком большим числом проектов. Сейчас в разработке находятся две игры по Ведьмаку, сиквел Киберпанка и новая франшиза. По его словам, все игры находятся на разных этапах производства, а руководство студии расставляет приоритеты. В конце интервью Платков-Гелевски отметил, что критика Cyberpunk 2077 заставила разработчиков засучить рукава и работать ради улучшения игры. Однако он считает, что состояние игры на релизе было не таким ужасным, как казалось со стороны. Разработчики надеются, что Phantom Liberty покажет, насколько изменилась ситуация в студии. Выход дополнения назначен на 26 октября. Сейчас вовсю идёт борьба за сделку Microsoft и Activision Blizzard. Против первых выступили не только несколько регуляторов, но и PlayStation, которая уверена, что слияние ухудшит конкуренцию. Благодаря этой борьбе в сети всплывают внутренние документы Microsoft, ставшие публичными в рамках разбирательства по делу о покупке Activision Blizzard с Федеральной торговой комиссии США. Одна из интересных бумаг, попавших в поле зрения журналистов, датирована 2019 годом. Это письмо главы Xbox Game Studios Мэтта Бути, в котором он призывает финансового директора Xbox Тима Стюарта потратить дополнительные 2-3 миллиарда долларов на расширение контента для Xbox Game Pass в 2020 году на заре нового поколения, чтобы сохранить отрыв от конкурентов и не позволить другим гигантам стать Диснеем от мира игр в десятилетней перспективе. Топ-менеджер констатировал, что только Sony способна составить конкуренцию Xbox Game Pass в контентном плане, однако у Microsoft есть уникальная возможность выдавить её из бизнеса, поэтому действовать нужно без промедления. В этом письме Бути также назвал политику Microsoft по добавлению всех игр от внутренних студий в Xbox Game Pass с первого дня очень важной. Её пересмотр поставил бы под удар репутацию бренда и перспективы развития других сервисов компании в глазах аудитории. Креативный директор Sam Lake и геймдиректор Кайл Роу рассказали, что при создании Alan Wake 2 на общий стиль проекта повлияли такие фильмы ужасов, как «Реинкарнация» и «Сансостояние», а также классические артхаусные картины. При этом Remedy акцентирует внимание на том, что в Alan Wake 2 хоррор будет проявляться по большей части в гнетущей атмосфере, а не демонстрацией крови или использования скримеров. Такие заявления в очередной раз подчеркивают, что в отличие от оригинальной игры, представляющей собой мистический экшен, долгожданный сиквел Alan Wake будет полноценным сурвайвал-хоррором. Погрузиться в мрачную атмосферу мы сможем 17 октября. Ubisoft объявила о начале бета-тестирования обновлённого клиента Ubisoft Connect. Компания заявила, что обновление уже доступно и будет разворачиваться постепенно для всех пользователей. В анонсе говорится, что новый клиент Ubisoft Connect работает быстрее и улучшает игровой опыт. Сам доработанный интерфейс делает большой фокус на стриминговых особенностях клиента. Например, будет проще отслеживать деятельность своих друзей. При этом Ubisoft ожидает, что игроки сами подскажут необходимые изменения для клиента в процессе бета-теста. Когда состоится полноценный выпуск нового клиента, неизвестно. Студии Dear Villagers, Fallen Leaf и Dracar Games сообщили, что космический триллер Fort Solis с Троем Бейкером и Роджером Кларком на главных ролях поступит в продажу 22 августа. Дату выхода объявили с новым трейлером, посвящённым персонажу Троя Бейкера. Главным героем игры выступает Джек Лири, который откликается на сигнал тревоги от исследовательского центра на Марсе. Связь с ним была нарушена во время песчаной бури. Герою предстоит узнать, что случилось с командой шахтёрской базы. Игра выйдет на ПК и PlayStation 5. Руководитель Microsoft Flight Simulator Йорг Нойман признал, что анонс новой игры действительно вызвал некоторые недоумения у игрового сообщества, которое было не совсем уверено, будет ли это совершенно новая игра или просто красивое дополнение под новым названием. Он пояснил, что Flight Simulator 24 будет крупнейшим и самым амбициозным проектом в истории авиасимуляторов. По его словам, внимание команды сосредоточено на авиационной деятельности, а не на создании игровых сценариев. Нойман ответил на обеспокоенность отсутствием лайнеров в трейлере, заверив, что лайнеров будет много. Поклонников в целом ждёт сюрприз, когда разработчики раскроют полный список всех самолётов. Помимо этого генеральный директор особо Себастьян Влох коснулся технических вопросов, например, когда игроки жаловались, что на загрузку предыдущей игры уходят целый день. По его словам, в отличие от прошлой игры, Flight Simulator 24 будет ещё больше полагаться на облачные технологии, так что игра будет сама загружать то, что необходимо, без необходимости скачивать абсолютно все текстуры, модели и прочее. Использование интернета также будет сокращено, а минимальные системные характеристики будут сохранены. Кроме того, у игры появился новый движок для физики и аэродинамики, включающий новую модель для мягких тел, таких как ткани и верёвки. В качестве примеров Влох привёл вертолёт, поднимающий груз при помощи троса и влияние ветра. Новые и улучшенные системы включают электрические, пневматические, топливные и гидравлические системы, системы отказов и износа, системы полезной нагрузки и пассажиров, более глубокие и широкие пакеты авионики, а также полётный планшет EFB на самолётах по умолчанию. Что касается воссоздания планеты, то новая система рельефа будет начинаться с оригинальной Triangulated Regular Network, определять типы поверхности с помощью машинного обучения Vager, включая кусты и деревья, сплющивать кусты и деревья и заменять их 3D-моделями, добавлять 3D-скалы, соответствующие цвету, а также добавлять материалы поверхности и карты рельефа. Что касается статического мира, то в симуляторе будет не только улучшена детализация земли, но и добавлены 3D-теселированные материалы земли, расширено разнообразие деревьев и улучшены скалы. И напоследок важный анонс — весь существующий контент, созданный сообществом, должен без проблем работать и в новой игре. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty в Телеграме. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV!